Маткульт, привет! Видя в моих руках эту черную папку, все уже знают, что речь идет о светиных листочках. Я немножко, не то чтобы сбился со счета, не уверен в каком порядке они будут выходить, поэтому я прямо сейчас не буду говорить какой это номер выпуска, но на канале он получит свой номер, когда выйдет. Понятно, да? Я вместо этого скажу тему. Тема называется «Метод от противного, или как я говорю, от умерзительного, от отвратительного и принцип Дерихле». То есть, как бы связка этих двух методов вместе между собой. Мы уже занимались методом от противного в какой-то момент. Это как бы продолжение и углубление. Так, ну то, что было на уроке, мы оставляем. А вот то, что задали надо, мы и разберем. Ну, тут как бы, опять, начинается с каких-то совершенно элементарных задач, типа там, в лесу растет миллион елок, известно, что на каждой из них не более 600 тысяч иголок. Докажите, что в лесу найдутся две елки с одинаковым числом иголок. Ну, тут как бы нечего доказывать, да? Это просто, чтобы они немножко вспоминали. Ну, вот, например, третья задача, она довольно забавная. То есть, вот в первой группе забавная задача номер три. Докажите, что в классе всегда найдутся два человека, у которых одинаковое количество друзей среди присутствующих. Дружба бывает только взаимной. Вот эта задача, она чуть-чуть более интересная, чем остальные четыре из первой группы. Хотя в третьей тоже там, ой, во второй там чуть-чуть тоже надо подумать. А, тут 0, 1, 2, 3, 4. Отличная нумерация. Правильно, математическая. Значит, их пять в первой группе. Вот, над второй сами подумайте. А вот третья, да, про эти знакомства. Ну, дружба. Дружба всегда взаимна. Ну, казалось бы, да, вот, если вы начнете ее решать, поставьте на паузу, порешайте прямо сами, да? Она не очень трудная, но мне есть одна идея. Ну, давайте, смотри, сколько у человека может быть друзей? Вот у меня в классе N человек. Сколько у меня, я учусь в этом классе. Сколько у меня, может быть, друзей? Ну, вроде как до N-1, да, включительно. Ну, и так как N человек, да? А друзей, может быть, до N-1, скажет кто-нибудь не очень умный. Значит, по принципу деревнея у каких-то двух людей одинаковое количество друзей. Потому что N человек, N-1 возможностей. Ну, нет. Дело в том, что можно вообще ни с кем не дружить. Всех ненавидеть. И поэтому, по сути, выборов-то вот столько. То есть, количество друзей может быть от 0 до N-1. И проблемка вроде как возникла. Потому что, ну, N друзей прекрасно разбиваются на вот эти вот... Можно представить себе, что ни у кого нет одинакового количества друзей. И тогда у кого-то ноль друзей, у кого-то один друг, два, у кого-то N-1. Ну, то есть, как бы, предположим, да, давайте рассуждать так. Предположим, что нет. Что все-таки нет двух человек с одинаковым количеством друзей. Но тогда должны заняты быть все эти позиции. То есть, у кого-то все в друзьях, у кого-то все кроме одного, так далее. У кого-то один друг, у кого-то ноль друзей. Ну, вот, допустим, у Миши ноль друзей. А у Пети все в друзьях. Тогда вопрос, Миша-то с Петей дружит или нет? Нам сказано, что дружба всегда взаимна. Миша говорит, что у него ноль друзей. Значит, с Петей он не дружит, потому что у него вообще друзей нет. А Петя говорит, что он дружит со всеми поголовно, в том числе и с Мишей. И вот мы пришли к противоречию. То есть, вот этот вариант, когда все распространились по всем вариантам, не подходит. Потому что оказывается, что не может быть одновременно в классе человек, у которого ноль, и человек, у которого все. А значит, из этих двух вариантов присутствовать может максимум один. Мы не утверждаем, что ровно один присутствует какой-то. Но максимум один, оба не умеют. Поэтому, как бы, вот из этих максимум один, ну а из остальных М-2 уже, извините, да, там уже наступает обычный принцип деревья. Вот такая классная задачка. Перейдем к более интересным задачам в том же листочке. Задача номер пять. Можно ли увести из каменоломни 50 камней, веса которых равны 370, 372 килограмма, 374, короче, все четные идут. Идут подряд до чего? До 468, естественно. Раз их 50, то должно быть вот так. Так, если бы до 470, как вы уже все знаете, эффект плюс-минус один, было бы 151 камень, а не 50. Но так как их 50, то с 370 по 468. Так вот, как вывести-то надо? А нужно вывести на 7 3-тонных машинах. О, сик. Ну, камни нельзя дробить. Камни это вещь цельная, конкретная. Нажимайте на паузу, это не сложная задача. Я думаю, что вы сами решите. Отжали? Отжали. Поехали. 50 камней на 7 машинах. Что означает по принципу Дерихле? Принцип Дерихле говорит, что N предметов нельзя распределить по K местам. N предметов по K местам в том случае, если в каждом не должно быть больше, чем L. И при этом N больше, чем K и L. То есть, вот что такое принцип Дерихле в его самом общем виде? Рассмотрим три числа. N, K и L. и у нас по условию N больше, чем произведения K и L. В этом случае при распределении этих N предметов по K ящикам в каком-то ящике оказывается больше, чем L предметов. Этот принцип, ну, собственно говоря, когда ты 100 раз его произнесешь, он станет полностью очевидным. Это и есть принцип Дерихле. Значит, в данном случае у нас 7 машин и можно взять в качестве L число 7. И тогда ясно, что нельзя на 7 машинах увезти не более, чем по 7 камней, чтобы увезти все 50 камней. Потому что 7 и 7, 49. Значит, соответственно, в какой-то машине какой-то рейс какой-то рейс берет на борт более чем 8. Больше равно 8 камней. Ну, я утверждаю, что это уже противоречие. Почему? Нажимайте на паузу. Отжали. Потому что вот эти 8 камней уже в сумме весят больше, чем 3 тонны. 370. 372 374 376 378 380 382 384 Даже если на этот рейс, где 8 камней попали самые легкие 8 камней. Понятно, что если попали не самые легкие, то все еще хуже. Но даже если попали самые легкие 8 камней, то тогда их средний вес будет вот здесь между 376 и 378. то есть 377. И так как их 8, будет 377 умножить на 8. Это больше, чем 375 умножить на 8. А 375 умножить на 8 это как раз 3000 килограмм. То есть 3 тонны. Поэтому чуть-чуть да не проедет. Но правда в России на это, конечно, забьют болт. Спокойно погрузят. Ничего с трехтонником не случится, если в него кинут еще там 10 килограмм лишних. Правда? Все равно это все примерно. Но формально задача решена. Ответ нельзя. На одном из трехтонников будет более, чем 3 тонны. Вот так. Хорошо. Буду стирать и одновременно зачитывать. Шестая задача. В парусном клубе состоят 9 джентльменов. О, какая сексистская задача. Одни джентльмены состоят в парусном клубе. Каждый день клуб выбирает двоих членов для участия в регате. Члены клуба всегда выигрывают и привозят в клубный музей кубок. Всегда. И такая вот регата крутая, да, типа какая-нибудь супершкола, да, кого не посылает, всегда на всех олимпиадах всех мочат участники. Ну, не будем тут приводить примеры, чтобы никого не обижать. Таких школ несколько и ни одна из них, на самом деле, не может замочить все остальные. Ну, вот, предположим, какая-нибудь супершкола там есть. Ой, как я тут испортил доску-то, а? Пора уже тряпку менять. Тряпку где-то надо взять, фломастеры где-то пожертвовать у кого-нибудь. Ой, это называется наоборот, да? Позаимствовать. Вот. Так вот, через 350 дней правление клуба выяснилось, что одна из пар участников заработала больше кубков, чем любая другая. Ну, понятно, вы можете просто пару эту чаще посылать, да? То есть только, ну, если вы всех одинаковый количество раз послали, во-первых, 350 дней. Ну, ладно, сейчас, короче, чуть позже мы выясним. Имеется в виду, что посылают каких-то без разборов. Как угодно, могут одних и тех же посылать много раз. Ну, вот какую-то пару посылали больше раз, чем любую другую, соответственно, она выиграла больше кубков, чем любая другая. Какое наименьшее число кубков могла добыть для клубного музея эта пара? Ну, давайте вот поймем, что нас спрашивают. Наименьшее, да, число? Вот у меня есть какие-то двое. Петя и Гена. И клуб постоянно их посылал. Все 350 дней подряд. Ну, тогда понятно. У них 350 кубков, а больше никакая пара никаких кубков не заработала. С этим все понятно. Но меня спрашивают, какое наименьшее количество кубков могла заработать пара при условии, что она заработала больше, чем все остальные. То есть, мне нужно снижать это количество до тех пор, пока оно не упрется в какое-то ограничение снизу, да, такое давление вверх идет. То есть, я эту пару не послал несколько раз, значит, я другие какие-то послал. Но вот они постепенно свои кубки накапливают, да. Вот. Ну, нажимайте, как всегда, на паузу. И первая мысль стоит в том, чтобы посчитать вообще количество пар, правда? Сколько пар? У нас 9 джентльменов. 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 Людоеду джентльменов. Что-то я вспоминаю. Что-то из нашей поэзии. Вот. Значит, есть 9 джентльменов и сколько же пар? Ну, это уже, наверное, на уровне пятого класса они прочно выяснили, да, что ЦС9-Позва, то есть любой джентльмен может быть выбран как первый элемент пары, любой из оставшихся дан ему в пару, вторым. И так как первый и второй здесь выбраны произвольно, если их поменять местами, то пара будет той же, соответственно, мы посчитали в два раза больше, чем надо. Соответственно, пар 36. Хорошо. Значит, 350 дней и 36 пар. Хорошо. Это уже, как бы, первая работа уже проделана. Ну, давайте их посылать, как бы, мы, наверное, понимаем, что наименьшее, конечно, будет, если мы будем все-таки их, ну, какое-то время посылать, как бы, поровну, да. Ну, вот, мысль такая, что попробуйте сделать максимально поровну. Что у вас получится? Получится, что 9 раз можно послать каждую пару. Послать каждую. Но вот уже на 10 не хватит. Потому что, если по 10 раз послать каждую из 36 пар, то будет 360 дней. Значит, какое-то количество раз можно послать 9, какое-то количество пар послать 9 раз, и они произведут 9 кубков. А какое-то количество пар пошлется уже 10 раз, и будет, и привезет, соответственно, 10 кубков. Ну, и вроде бы, из этого сразу должно быть ясно, да, рассуждая, что ответ не может быть 10. То есть, ответ больше, чем 10. Ибо, смотрите, что означает ответ 10. Давайте предположим, что ибо от противного, сик, от противного, от противного, если 10 это самое большое число, которое больше всех, большое число кубков, то остальные 35 пар, да, привезли сколько? Похрен их знает, сколько, но не больше 9. То есть, если 10 это самое большое количество, то тогда остальные привезли не больше 9, но тогда 35 пар не больше 9, то есть, 35 дней, да, дней тогда, когда все выступали, не больше, чем 35 на 9, плюс вот эти вот 10 дней, которые ездила вот эта конкретная пара. То есть, остальные пары по 9, и это 10, это тот потолок количества дней, который мог быть. Но это, понятно, меньше 350, больше 50, и, соответственно, мы получаем противоречие. Вот, 35 на 9, плюс 10, это меньше, чем 350. Ну, а значит, ответ может быть, начиная с 11. Ну, может быть, 11, повезет нам, и будет 11. Ну, конечно, может быть 11. Возьмите просто такую ситуацию, когда вы, значит, сколько у нас 35 на 9, это что такое? 59, 45, 5, 4 в уме, 27, 4, 315. Да, вот 315 дней подряд вы посылали просто всех по очереди, все пары, крутили кругами их, и все привезли по 9 кубков. Дальше у вас осталось 30, 2, так, 315 дней подряд, да, че? Сейчас. 36 пар. Я не то сделал, конечно, не 315, 6 и 9, 54, 4 и 5 в уме, 324, я же все пары посылаю, а не только остальные, вот эти. То есть, я послал все вообще пары в течение 9, каждый 9 раз съездил, и вот они все привезли по 9 кубков. Вот. Ну, осталось у меня тогда получается 26 дней. Ну, я 25 из этих пар, 24 пары посылаю еще по одному разу, и они привозят по 10 кубков, уже в сумме по 10 кубков привезли. И у меня остается 2 дня, и вот какую-то одну из пар, которая привезла 9 кубков, я посылаю ровно 2 раза подряд, и они привозят 11. Так что 11 это можно сделать, 10 сделать нельзя. Ну, вот такая, она такая, немножко долгая, муторная, но это классический принцип Дерехле, то есть, это вот то, что нужно усвоить на зубок, это вот такие способы рассуждений, без них дальше математики делать абсолютно ничего. Если вы там неправильно поняли задачу, что-то там не так сообразили, ошиблись вместо 11, 10 написали, да, ну, все что угодно тут могло произойти, или вот как я в числах начали ошибаться, вот, то тогда все плохо. А мы переходим к следующей задаче, номер 7. 7, 7, 8, 9, как на подбор, просто красавы. Седьмая, в каждой вершине куба написано число 1 или 0. На каждой грани написана сумма четырех чисел, написанных в вершинах этой грани. Может ли оказаться, что все числа, написанные на гранях, различны, я буду рисовать, а вы нажимаете на паузу и думаете. Вот это куб. И в каждой вершине 0 или 1. 0 или 1. Ну, понятно. И я дальше пишу, ну, например, давайте предположим, что тут 0, тут 1, 1 и 0. Ну, тогда здесь стоит 2 написано. Сумма чисел, которые написаны в вершинах этой грани. Спрашивается, можно ли сделать так, чтобы все эти числа были различные. Задача совсем простая. Нужно лишь понять, что граней, то есть, где здесь принцип деревья, где он? Граней 6, а вариантов для сумм сколько? Опять, потому что сумма может быть равна 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0, там 0 плюс 1 плюс 0 плюс 0, 0 плюс 1 плюс 1 плюс 0, 0 плюс 1, я совсем разжевываю, потому что очень важная тема, и сумма единицы. Вот это 5 вариантов. И, соответственно, так как грани 6, а вариантов 5, то на каких-то двух гранях вариантов повторяются. Все. То есть, деревья, как бы, кролики это грани, а коробки это суммы. Вот, какие-то две грани попали в одну и ту же сумму. Всего. Восьмая задача. Каждая клетка таблицы 2023 на 2023 покрашена в один из 2022 цветов. Я даже представить себе такого не могу, для меня это будет полная размазня, потому что 2022 цвета. Так, ну, и, в принципе, конечно, можно считать, что просто помечено числами от 1 до 2022, чтобы было проще. За ход можно взять строку или столбец. И, если там есть две клетки одного цвета, если, прекрасно звучит, если, перекрасить эту строку или столбец в этот цвет. Всегда ли можно за несколько ходов покрасить всю таблицу в один цвет? Опять, надо понять, что здесь сформулировано. здесь есть огромная таблица, много строк и столбцов. 2023 на 2023. Черный этот умер. Иван Иванович умер. ДДТ 1980 что-то, альбом «Время». А вот Иван Иванович, Иван Иванович, вам штрепнули. Так, итак, здесь в каждой клеточке стоит число от 1 до 2022. Мы можем взять любую строку и если обнаружим в ней два одинаковых числа, то можем заменить на конкретно это вот число все вхождения в этой строке. Ну, например, вот здесь увидели число 3 и тут тоже число 3. Можем сделать так, чтобы всюду была тройка. Но если увидели здесь тысяча и рядом тысяча, например, или через сколько-то тысяча, то можем заменить так, чтобы сделать тысячу. Спрашивается, можно ли всю таблицу привести к однотипной и одной и той же, одному и тому же числу везде. Ну, как бы я вот это все проговорил и сразу все стало очевидно, правда? То есть, можно даже на паузу не нажимать, вы, наверное, уже решили в уме. Но если не решили, нажмите. Итак, дубль принцип Дерихле. Во-первых, в каждом столбце, так как 2023 у нас числа, о, извините, 2022 числа, а клетки-то 2023, то по принципу Дерихле обязательно есть два каких-то одинаковых числа. Поэтому вот это условие, и если встретятся два одинаковых числа, то можно, в принципе, было и не писать. Но, как бы, оно всегда встретится там. Соответственно, можно любой столбец покрасить в какой-то один цвет. Вот я из этого делаю вывод, что любой столбец может быть раскрасен в один и тот же цвет. В какой, я еще не знаю, как получится. То есть, где-то в каждом столбце есть какой-то повтор, хотя бы один. Ну, я выбираю любой повтор, любой, если их несколько, и крашу. Ну, а теперь понятно, я что делаю. Я беру любую строку, и она, каждая такая строка выглядит абсолютно одинаково. То есть, это все строки, они являются параллельным переносом друг друга. Ну, я просто нахожу вот в последней строке, беру и нахожу какие-нибудь два одинаковых. Опять, они есть, потому что длина строки 2023, а чисел 2022. По принципу Дерихле нахожу, например, 13, да? Вот этот и этот столбцы с номером 13. Ну, вот я нашел два одинаковых столбца. Можно даже сразу сказать, я найду два одинаковых столбца. 13 и 13. И все строки после этого спокойно перекрашиваю в этот цвет номер 13. Потому что каждая строка пройдет через два вхождения числа 13. И по правилам игры могу перекрасить. Уси. Уси улетели. Уси. Вот так. Отлично. Задача номер 9. Она очень идейная, хоть и простая. Клетки таблицы 3 на 9 раскрасили в два цвета. Черный и белый. Докажите, что можно найти четыре одноцветных клетки стоящих по вершинам прямоугольника. Ну, то есть такие, что их центры образуют прямоугольник. Неплохо, да? Звучит сложно. Как и полагается, девятая задача. Последняя. Там обычно на пятерку все задачи кроме одной. в данном случае она совсем простая. Нажимайте на паузу и думайте. Я пока вам нарисую. Вы на паузу можете нажать, я пока нарисую эту таблицу, чтобы намекнуть. Итак, трижды девять. Трижды девять намекает на что-то кратное трём, двадцать семь и так далее. Но здесь идея в другом. Здесь идея в другом. Открыть секрет? Открываю секрет. Идея в том, что девять это первое число, которое больше, чем два в кубе. Теперь нажимаете паузу и уже дорешивайте сами. Иначе вообще ну как бы будет прям жалко, что. Ну теперь отжимайте паузу. Но если вы вообще не можете даже после этого сами решить, то давайте я сейчас полностью расскажу решение. Итак, в каждом столбце какое-то сочетание чёрных и белых клеток. Можно было бы, например, можно было бы, например, назвать чёрную клетку единичкой. А белую нулём. Мне так просто удобнее. Ну, вы можете рассуждать их в терминах чёрных-белых клеток. Ну вот, как бы, чё-то где-то висит. Какие-то клетки. Вот. Да. Тут, например, чё-то такое нарисовал. Ну, что это означает? Это значит, что у меня девять столбцов из нулей единиц по три в каждом девять столбцов, где в каждом столбце три вхождения нуля и единицы. Сколько вариантов для столбца из нулей единиц длины три? Два в кубе. Первая может быть нулём или единицей, вторая нулём или единицей, и третья нулём или единицей. А следственно, обязательно найдутся два столбца одинаковых. В этом и состоит в данном случае применение принципа Дерехле. Итак, два каких-то столбца будут полностью одинаковые. Полностью. Вот я в данном случае вот этот и этот у меня одинаковые совершенно. Теперь дальше. Дальше. Принцип Дерехле по-другому. Из трёх вхождений два одинаковых будут. Либо два нуля, либо две единицы. Ну или в терминах цветов либо две белых, либо две чёрных. Ну, может быть, конечно, все три белых, например. Или все три чёрных. Но в любом случае два из трёх будут одинаковые. Ну вот эти два одинаковых в обоих столбцах находятся, естественно, по построению вершинок прямоугольника. Теорема полностью доказана, задача решена, листочек полностью разобран. Ну и, в общем, теперь уже действительно школьники готовы к более серьёзной работе, к чему они, видимо, и будут приступать. Маткунь, пока!